Жил-был купец. У него был сын. Вот однажды посылает он сына в нижние города товары закупать и на прощание наказывает. Смотри же, сынок, будь умён да рассудлив, с рыжим да красным не связывайся. Поехал купеческий сын в путь-дорогу. День-то был морозный, вот он прозяб и заехал в кабак обогреться. Ходит, за стойкою сидит рыжий целовальник. — Налей ко мне, — говорит ему купеческий сын, — стакан доброй наливки. Выпил стакан наливки, и больно пришлась она ему по вкусу. — Вот наливка, так наливка. Сто рублёв стоит. — Налей-ка ещё. Выпил в другой раз, ещё лучше показалось. — Ну, брат, этот стакан двухсот стоит. А целовальник себе на уме. Какую цену сказывал купеческий сын, то и на стенку записывал. Пришло дело до расчёта. — Сколько тебе? — спрашивает купеческий сын. — Триста рублёв. — Что ты, белины объелся? Экую цену заломил? — Не я заломил. — Ты же сам назначил. Да теперь назад пятишься. — Только, брат, от меня не отвертишься. Коли не заплатишь, с двора не спущу. — Нечего делать. — Заплатил купеческий сын триста рублей, поехал дальше и думает сам собою. — Вот она, правда-то. Водись после того с рыжими да с красными. — Недаром отец наказывал. Родительское слово пустяшное не бывает. На ту самую пору попадается навстречу рыжий мужик с воза. Как увидал его купеческий сын, тотчас выскочил из кибитки и сунулся ничком в снег, аж надрожит с испугу. — Что с ним сталося? Не поприччилось ли? — подумал встречный мужик. Подошёл к купеческому сыну и стал подымать его на ноги. — Вставай, брат, отвяжись от меня. Уж один рыжий надул меня, и ты надуешь. — Полно, брат. Рыжий да красный всякий бывает. Бывает плут, бывает и добрый человек. — Да кто тебя обманул-то? — Так и так. Рыжий целовальник из соседнего села. — Воротись со мной, я с ним сделаюсь. Вот приехали они в кабак. Мужик тотчас окинул глазом всю избу, увидал, под матицей баранья лопатка висит. Подошёл к целовальнику, спросил рюмку водки. Да тут же бьёт его по плечу и говорит. — Продай-ка мне лопаточку. — Купи. — Что возьмёшь? — Рубль серебра. Мужик выкинул целковый, после вынул из-за пазухи широкий нож и даёт купеческому сыну в руки. — На, брат, вырежь у него лопатку, мне на закуску. — Что ты, — говорит целовальник, — я тебе баранью лопатку продал, а не эту. — Рассказывай. Меня, брат, не проведёшь, как этого купеческого сына. Не на таковского напал. Целовальник просить да молить, чуть не в ноги кланяется. — Ну, так и быть, — сказал мужик. — Отпущу тебя. Коли воротишь купеческому сыну, все деньги сполна. Целовальник отдал назад триста рублёв, а мужик того и добивался. — Вот видишь, — говорит купеческому сыну, — рыжий да красный всякий бывает. — Бывает и плут, бывает и добрый человек. Поезжай теперь с Богом. А купеческий сын только и думает, как бы скорее убраться. Сел в кибитку, погоняет лошадей и говорит сам собою об мужике. Слава Богу, вырвался. Целовальник рыжий плутоват, а этот ещё плутоватий. Коли б с ним связался, Кажись, он с меня с живого бы кожу снял. Редактор субтитров А.Семкин